Сегодня 10 ноября, и сегодняшняя цитата называется «Никаких благословений». Это четвертый стих из Даммадара Лилы, и я хотел поговорить о нем, так как сейчас месяц Картика. О Господь, Ты можешь даровать любое благословение, но я не молю Тебя ни о безличном, ни о высочайшем освобождении, и ни о каком благе. О Господь, я хочу лишь, чтобы Ты, в этом образе Баллы Гопалы, находящегося во Вриндаване, всегда пребывал в моем сердце. Мне не нужны никакие другие дары, кроме этого. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь в комментарии Санатаны Госвами описано, что для преданного желание отправиться на Вайкунху в духовный мир не так важно, потому что преданный испытывает это состояние, думая о Кришне, он уже находится с Кришной. И для того, чтобы быть с Кришной, преданному не нужно никуда ходить. В частности, для чего преданному хотеть отправиться на Вайкунху, если он хочет быть с Кришной в своем сердце во Вриндаване или в лилах Вриндавана? Преданный Сатья Врата Муни говорит, «Я не хочу освобождения, я хочу только одно благословение — помнить о твоих лилах в настроении чистого бхакти, чистой преданности». Я думаю, что это крайне важно. У нас, обусловленных душ, есть склонность. Хотя мы благочестивы и хотим быть в сознании Кришны, мы также склонны хотеть что-то получить от Кришны или прекратить свои страдания. Ведь в мире немало страданий, ментальных, физических или эмоциональных. И поэтому я просто хочу вырваться из этого мира. И это нормально, но суть чистого бхакти не в этом. Чистый преданный не молится об избавлении от страданий. Он не молится о том, чтобы отправиться на Вайкунху. Чистый преданный молится о том, чтобы быть погруженным в лилы Вриндаван, в Раджа, в настроении жителей Раджа. Если у преданного есть это, то он и представить не может, чтобы еще что-то пожелать. Иногда преданные сильно озабочены идеей возвращения обратно к Богу. И в каком-то смысле, это хорошее желание. Но если вы хотите поднять свое бхакти на чистый уровень, вы понимаете, это желание нечисто. Кришне нужна ваша любовь. Кроме того, когда вы достигаете уровня чистого бхакти, когда вы можете полностью погрузиться в Кришна-лилы, то естественным образом желание получить освобождение от страданий пропадает. Ведь если вы погружены в Кришна-лилу, вы уже свободны от страданий. Поэтому народ Амадаастакур поет песню о Вриндаване, в конце которой есть такие слова. Пусть же мы всегда будем погружены в размышления об этих играх, даже находясь в этом полном несчастье в материальном мире. И вы почувствуете, что погружение в Кришна-лилу вытаскивает вас из материального мира. Возможно, вы ощущали это на парикраме, когда слушали о лилах в тех местах, где они происходили. И это совершенно другой опыт, который отличается от вашей обычной жизни. И там, в Святой Дхаме, на санге преданных, вы на самом деле выходите на трансцендентный уровень и получаете некоторое представление о том, что это за чувство. Что может быть лучше этого? Что может быть выше этого? Недавно я произносил небольшую речь, и я сказал, «Я один из богатейших людей в мире». Как это получилось? Возможно, я намного богаче в плане ощущения счастья, чем большинство людей. Возможно, я богаче большинства в плане мудрости, богаче многих в плане удовлетворенности. Возможно, я богаче в плане духовного вкуса. Я говорю это не из гордости. Вы также можете это сказать. Нам нужно увидеть свое богатство, свою удачливость. И здесь преданный говорит, «Если я смогу просто быть погруженным в размышления о Кришна-лиле, то это дает столько удовлетворения. Из этой лилы исходит столько любви, что у меня даже нет желания отправиться на вайкунху. Это будет понижение статуса. Это будет все равно, что перейти из первого класса в эконом-класс. И хотя мое физическое тело находится здесь, мое сердце и ум с Кришной во врадже, и я не желаю ничего, кроме помятования об этих лилах». В этом смысл этого стиха. Если вы изучите комментарии, возможно, вы сможете найти их онлайн, то увидите глубину этих молитв. Соната Нагасвами показывает нам глубину этих молитв. И когда мы их поем, мы можем погрузиться в это настроение. На самом деле это происходит на глубинном уровне. Это не просто красивая песня, которую поют все вместе на каком-то мероприятии. Это очень глубокая вещь, необходимая для понимания чистого бхакти. И мы можем глубже погрузиться в это, чтобы немного больше пробудить свое чистое бхакти, если поймем значение этих стихов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова